Аккустическая система Это очень большое количество разнообразных активных акустических систем, но есть три главных отличительных момента, которые делают акустику Кентон незаурядной. Первое, это наличие HDMI интерфейса. Второе, это наличие декодеров многоканального звука Dolby Digital DTS. И третий момент, это использование очень высококачественных комплектующих, точно такие же, которые фирма Кентон используется при изготовлении пассивной акустики. HDMI и коммутация. Имеется три входа и один выход. HDMI и коммутация колонок Кентон поддерживают технологию реверсивного обратного аудиоканала, так называемой ARC. И вы можете передавать на эти колонки звук со всех источников, которые подключаете также к телевизору. Вы можете подключать источники напрямую к акустической системе или к телевизору. А также HDMI и коммутация этих систем поддерживают такую технологию, как SES. Это функция единого управления. Вы можете использовать один культ управления от телевизора, и у вас будет управляться вся система. Второе свойство это наличие декодеров многоканального звучания. Большинство современных форматов в основе своем используют формат Dolby Digital и DTS. И эти системы поддерживают оба этих формата. А также формат импульсно-кодовой модуляции PC. Третье свойство этих систем уникальное это высококачественные комплектующие. Вот я специально хочу показать вам пассивную акустическую систему, которая называется также GLE 496BT. Вы можете обратить внимание, что используются абсолютно те же динамики, такого же размера и такого же качества корпуса. Все то же самое. И это гарантирует также, помимо функциональности, еще и качество. Давайте теперь разберемся, как же устроены эти системы и для чего они нужны. Как я уже сказал, это активные акустические системы и они работают по принципу Master Slave. Колонка, которая находится слева, является колонкой Master. Это управляющая колонка. Акустическая система справа, это акустическая система Slave. Она является управляемой. Между ними существует связь. Они соединяются кабелем, оборудованием, специальным разъемом спекон, который подключается по принципу «воткнул и повернул». То есть любой неподготовленный человек может за 3 минуты подключить полностью эту систему и слушать ее по Bluetooth интерфейсу. Помимо всего прочего, эти системы имеют общую мощность 300 Вт. Вы можете видеть, что здесь используется трехполосная конструкция, что здесь используются алюминиевые диафрагмы в динамиках, в низкочастотном, среднечастотном, а также в высокочастотном динамике. В колонку Master встроен усилитель. Давайте теперь попробуем передать звуковой файл на эти колонки с помощью интерфейса Bluetooth. Мы берем штатный пульт от акустических систем, включаем системы, кнопочка «Standby» на пульте управления. Загорается значок «On». Теперь мы берем наш смартфон и включаем функцию Bluetooth. Также мы выбираем на колонках вход Bluetooth и нажимаем синенькую кнопочку, которая запускает режим вспаривания. Загорается надпись «BTP». И теперь мы заходим в настройки Bluetooth на смартфоне и запускаем режим поиска систем. Через какое-то время мы увидим здесь наши системы «Canton GL-E496BT». Нажимаем и начинается процесс сопряжения. Через какое-то время загорается надпись «Con», что обозначает «Connected». И у нас система подключена к нашему смартфону. Теперь мы можем прослушивать наши аудиофайлы. Давайте выберем что-то из разрешенного контента на портале YouTube. Примерно вот такой вот фрагмент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В системах используется Bluetooth декодер формата 3.0 и формата aptx, то есть вы можете воспроизводить даже файлы high resolution, передавать их по этому интерфейсу. Давайте теперь рассмотрим, что предлагает акустическая система Master в плане коммутации. Вот перед вами таловая сторона акустических систем. Колонка включается в сеть 220 Вольт с помощью обычного кабеля сетевого восьмерки. Имеется три HDMI входа. Один из них мы используем для подключения Blu-ray плеера на данный момент. Синие кабели на акустик. И HDMI выход, который мы подключаем напрямую к телевизору. Вот на этом HDMI выходе написано, что он поддерживает функцию Audio Return Channel, ARC. Именно к такому входу надо подключать эти акустические системы к телевизору. То есть на HDMI входе в телевизор тоже должно быть обозначение ARC. Это принципиально важно для того, чтобы эта функция работала. Также имеется оптический вход. В него можно подключить любой источник, который имеет оптический выход. И также сюда можно подключать и телевизор, у которого есть оптический выход. Коаксиальный вход цифровой. И аналоговый вход левый и правый канал. Это коаксиальные входы RCA. Также есть выход RCA на дополнительный внешний сабвуфер. Если низких частот будет недостаточно, можно подключать дополнительный активный сабвуфер. Хотя в большинстве случаев этого не требуется. И, как я уже говорил, акустическая система Master и акустическая система Slave соединяются между собой вот таким вот кабелем. Это акустический кабель, который оборудован разъемом Specon. Он подключается очень просто. Вот таким вот образом есть такой рычажок. Вот он просто втыкается и поворачивается. Все. И акустическая система подключена. Другая колонка подключается таким же образом. Вы видите также фазоинвертор, который вот таким вот образом реализован, поскольку плата здесь занимает достаточно большое пространство. Здесь вы видите логотипы, которые показывают то, что товар выполняется в соответствии с лицензиями форматов Dolby, DTS. И еще один важный момент. Эти системы делаются на заводе в Германии. Еще пару слов о комплектации. Когда вы открываете акустические системы, вы видите набор кабелей, которые входят в комплект. Это оптические кабели вот такого вот уже в комплекте. Это цифровой коаксиальный кабель. Это аналоговый RCA кабель. Вот такой вот сетевой кабель будет в комплекте. Будет в комплекте HDMI кабель. Вот такой вот длина 3 метра. И его очень удобно подключать к вашему телевизору. А также кабель Specon, длина которого составляет 5 метров. То есть в принципе в комплектацию входит все для того, чтобы достать из упаковки акустические системы и в течение 5 минут подключить их и слушать либо по протоколу Bluetooth, либо с источников, которые в данный момент подключены к вашему телевизору. Как я уже говорил, в этих системах используются динамики и другие комплектующие от Hi-Fi до линейки GLE. Вот в частности вы можете видеть низкочастотный динамик, который использует для крепления мембрану такие вот синусоидальные волновые подвесы, которые обеспечивают очень большой ход диафрагмы. Это увеличивает и звуковое давление, и улучшает звучание в целом. При этом настройка усилителя такова, что вот эти вот басовые динамики, они работают практически в режиме сабвуфера, если мы подаем на эти системы многоканальный звук Dolby Digital или DTS. Теперь давайте посмотрим, какая информация отображается на дисплее. Вот пульт управления, который идет также в комплекте с этими акустическими системами. Естественно, вы видите регулировку громкости, вы можете видеть выбор входа. Есть кнопочки Input, которые позволяют выбирать вход Bluetooth, TV, BDP, это Blu-ray Player и какой-то спутниковый приемник. Можно подключать персональный компьютер, CD-плеер, DVD, даже видеомагнитофон. Но эти нюансы, они тоже настраиваются. Я чуть попозже покажу, каким образом. Кнопочка Mute уменьшает звук. И два режима воспроизведения звука. Это Surround, когда мы слышим объемное звучание. И Stereo, это когда мы слушаем стереозвук. Кнопочка Sound, она позволяет менять, корректировать тембр. То есть, бас плюс-минус 6 дБ можно корректировать. И высокие частоты плюс-минус 6 дБ. Но в данном случае мы оставим все в нулях. И кнопочка Bluetooth, о которой мы уже говорили, при нажатии этой кнопочки, а нужно обязательно, предварительно выбрав, выбрать режим вход BT, мы входим в режим паринга, так называемого. И мы можем эти системы видеть на мобильных устройствах, которые мы хотим подключить к этим системам. И на этом дисплее отображается информация об используемых форматах. Например, вот сейчас я подам сигнал по HDMI-входу с телевизора. И этот сигнал будет закодирован в системе DTS. И вот такой вот значок появится на какое-то время. Видите, да? То есть, DTS, появилась надпись DTS. Таким же образом появляется надпись DD5 или DD2, что обозначает Dolby Digital 5.1 или Dolby Digital 2.1. И когда сигнал прекращается, или, допустим, идет просто стереосигнал цифровой, то появляется надпись PCM. Эта надпись горит несколько секунд, и потом она гаснет. Вот такая информация доступна для отображения на дисплее. Дисплей из себя представляет светодиодный блок такой вот. Вот внутри такая платка находится. Здесь мы видим индикатор состояния включения-выключения, инфракрасный приемник, и, соответственно, непосредственно сам дисплей, который и светится синим цветом, и мы видим показания работы системы. Давайте теперь рассмотрим, как мы можем обучить наши акустические системы управлению от внешнего пульта дистанционного управления. К примеру, у нас есть пульт от телевизора LG. И очень удобно, если мы будем управлять и телевизором, и нашими акустическими системами с одного пульта. Для этого мы нажимаем на штатном пульте кнопочку Standby и удерживаем ее в течение пяти секунд. На дисплее появляется надпись IRL, что обозначает Infrared Learning, то есть мы вошли в режим обучения. И мы можем приступить непосредственно к процессу. Нажимаем кнопочку Volume Plus. На родном пульте появляется надпись V+. И теперь мы нажимаем такую же кнопку на пульте телевизора. ОК. Процесс обучения прошел успешно. Volume Minus. ОК. Кнопочка Mute. Тоже нам понадобится. ОК. Также мы можем запрограммировать включение. Кнопочка Standby программирует включение устройства. Если мы два раза нажмем на эту кнопочку, то мы запрограммируем кнопку выключения. И переключение входов также нам потребуется. Мы можем использовать для этого свободные кнопки на пульте телевизора. Синяя кнопка будет у нас переключение входов вперед. Желтая кнопка переключения входов назад. Кнопочка Sound, которая позволяет регулировать тембр-блок, будет зеленая кнопка. Для того, чтобы финализировать нашу процедуру, мы нажимаем еще раз кнопочку Standby. И удерживаем ее в течение 5 секунд. Появляется надпись «Финализация». А также можно просто в течение 30 секунд не производить каких-то действий, и система сама выйдет из этого меню. Итак, у нас появился теперь пульт управления от нашего телевизора, который управляет этими системами точно так же, как родной пульт. То есть у нас вот меняется громкость. Мы можем системы выключать. Мы можем их включать. Мы можем включать кнопочку Mute. И мы можем переключать входы. И также использовать другие функции. Для того, чтобы стереть все наши команды, мы должны обратно зайти в это меню и нажать и удерживать кнопочку Mute в течение 5 секунд, пока не появится надпись CLR. То есть, КЛЕР, процедура очистки памяти прошла успешно. И то же самое мы выходим из этого меню. И у нас теперь пульт управления вернулся в исходное положение. То есть, он не управляет этими колонками. Видите, да? Вот. Также стереть все настройки можно путем возврата к заводским настройкам. Это будет в другой системе меню, которую я также вам сейчас расскажу. Теперь я вам покажу, как вызываются дополнительные настройки, которые позволяют использовать дополнительную систему меню. Некоторые кнопки на пульте управления имеют дополнительное функциональное назначение. В частности, кнопочка Play Mode. Она вызывает дополнительное меню. Пункты переключаются также этой кнопкой в этом меню. А выбор параметра осуществляется кнопочками Volume Plus, Volume Minus. Давайте войдем в эту систему меню. Мы видим, появляется пункт Автоматическое включение-выключение. Дальше вы можете включить-выключить систему единого управления. Также вы можете включить ЭКО-режим. Также вы можете включить автоматический выбор Bluetooth-входа при подаче сигнала. И также вы можете выбрать режим, который позволяет вернуться к заводским настройкам. И вот первый пункт этого меню – выбор режима включения, автоматический режим включения. При его активации, при подаче сигнала на оптический либо коаксиальный вход, система будет автоматически включаться. И после пропадания сигнала через 30 секунд автоматически выключаться. Мы эту функцию пока не активируем. Соответственно, функция единого управления, она в заводском варианте отключена. Но я очень рекомендую ее включать, поскольку практически все современные компоненты эту функцию поддерживают. ЭКО-режим дает возможность отключаться системе в любом случае через час работы, если не подается сигнал. Желательно, чтобы она была активирована. Функция автоматического включения Bluetooth, она носит факультативный характер. И функция возврата к заводским настройкам нужна для того, чтобы вернуться к заводским настройкам. Если вы забудились в управлении, в настройках всегда можно вернуться к первоначальному состоянию системы. Если я не произвожу каких-то действий в течение какого-то времени, у меня акустическая система сама выходит из этого режима. Вторая система меню, она находится на кнопке Sound. Точно так же я нажимаю и жму в течение 5 секунд. Появляется первый пункт меню, лип синхро. Второй пункт меню, функция установки сабвуфера внешнего. Третий пункт меню, эквалайзер. И четвертый пункт меню, это установка автоматического динамического диапазона. Функция лип синхро позволяет задержать звук. В том случае, если у вас видео, если у вас видео устройство, имеет очень мощный видеопроцессинг и видеоизображение задерживается. Вы можете засинхронизировать звук с изображением. Второй пункт, это сабвуфер. Если он у вас установлен в положение ON, то все частоты ниже 80 Гц пойдут на выход RCA, выход сабвуфера. В данном случае мы сабвуфер не используем, поэтому мы включим OFF. Мы отключаем сабвуфер внешний, и все низкие частоты идут на низкочастотный динамик наших колонок. Эквалайзер имеет три предустановки. В принципе, этот параметр не сильно влияет на звучание. Он скорее учитывает специфику комнаты. То есть, вариант 1 для установки по длинной стенке, по короткой и в углу комнаты. В принципе, можно попробовать, но разница в звучании не очень сильно ощущается. Функция DRC позволяет снизить динамический диапазон. В том случае, если вы смотрите фильм вечером и не хотите, чтобы какие-то всплески динамические, звуковые выстрелы, к примеру, взрывы будили соседи или мешали кому-то спать, то есть, можно включить динамический диапазон, и тогда будет включить эту функцию, и динамический диапазон будет немножко сужен. Но мы в данном случае выключаем эту функцию, поскольку мы демонстрируем эти системы в полном объеме. Это вторая кнопка. Также мы можем нажать и удерживать кнопочку input, любую из них. Давайте это сделаем. Это нам позволяет назначить вход определенный. То есть, мы выбираем вход, к примеру, HDMI 2, и назначаем, какое наименование будет высвечиваться на дисплее. Обратите внимание, что есть в выборе вариант вот такой вот прочерки. Если мы выберем вот это вот значение, то у нас этот вход вообще не будет предлагаться. Поэтому можно вообще убрать ненужные входы для того, чтобы они вам не предлагались. То есть, сузить количество выбираемых входов до необходимого. Теперь давайте посмотрим, как это все функционирует. Мы активировали систему единого управления HDMI SES в акустических системах. Мы включили эту же функцию в телевизоре, в Blu-ray плеере. Я сейчас подключил USB и флэш-карту с видеофильмами к телевизору. И используя пульт дистанционного управления телевизора, я нажимаю просто кнопочку play вот таким вот образом. Это было воспроизведение с USB флэш-карты. Теперь я нажал на паузу, мы остановили воспроизведение. Я включаю Blu-ray плеер, просто нажимаю кнопочку power. И он у меня также подключен по HDMI на вход HDMI 1 к акустическим системам. У меня сейчас произойдет переключение на этот вход автоматически. Видите, да? И я могу запустить воспроизведение с Blu-ray плеера. Точно так же я регулирую с одного пульта управление громкость. И другие функции, которые раньше я управлял с помощью родного пульта. Продолжение следует... Продолжение следует... Представляете, если у вас разоч wyswo емкость... .. ? Да... Здесь мы выбираем, например, один из новых продуктов, который в середине октября только выйдет в продажу. Вы уже спросили, да? Попозже, когда вы поменяетесь с группами, вы его еще услышите потом звучит. И здесь вы проверяете, что все входы и выходы работает. Это последнее, что его заполняют. Вермании еще подается? Нет, это все. Это в продажу. Продолжение следует. Продолжение следует.